Когда вышел сериал Пинкертоны, на обложке были изображены главные персонажи, и среди них была такая боевая девушка с револьвером. Когда я первый раз это увидела, я подумала, ну вот опять. Опять они искажают историю ради того, чтобы прогнуться под вкусы современной публики. Какие могут быть женщины-детективы в середине 19 века? Но на всякий случай я проверила. И оказалось, что я не права. Оказалось, что Кейт Уорн действительно существовала. Это невыдуманный персонаж. Кейт Уорн, первая в мире женщина-детектив. Она была одним из лучших оперативников Пинкертона, который тоже, кстати, был реальным человеком. Сначала маленькое объявление. Я последовала вашему совету и завела аккаунты на Патреоне и Бусти. Про Патреон я хотя бы знала. Бусти вообще был открытием. Спасибо тем, кто порекомендовал. И теперь вы можете поддержать этот канал, став подписчиком Патреона или Бусти. Бусти это такой же сайт, как Патреон, только российский. Вы можете выбрать тот или другой. На обоих сайтах для своих подписчиков я буду выкладывать эксклюзивные маленькие посты. Фактически, когда я придумываю темы для видео, иногда я набредаю на какие-то интересные факты или исторические анекдоты, которые не тянут на полноценное видео. И я буду вести фактически блог, оставлять небольшие посты на эти темы на Патреоне и Бусти для моих подписчиков. Сейчас там только по одному уровню подписки, по самому минимальному. Посмотрим, как пойдет. Если я придумаю что-то еще, у меня появится более высокий уровень подписки с какими-то другими дивидендами. Пинкертон. Признавайтесь, кто из вас думал, что это литературный персонаж и нереальный человек? Для россиян это, между прочим, более простительно. Потому что в России в 20 веке приключенческие романы о великом американском сыщике Нате Пинкертоне были страшно популярны, особенно среди подростков. В России даже возник специальный термин «пинкертоновщина» для обозначения низкопробной бульварной приключенческой литературы. Эти коротенькие книжки о приключениях сыщиков выполняли в то время функцию современных телесериалов. И тогда все высоколобые критики и родители критиковали приключенческую литературу и беспокоились о том, что молодежь совершенно оторвалась от нашей классики и увлекается вот этой низкопробной литературой. Фактически то же самое, что они сейчас говорят о телесериалах. Книжки о Нате Пинкертоне начали выпускаться в Германии, причем анонимно. Их главный герой базировался на реальном человеке, на американском детективе Алане Пинкертоне. Алан Пинкертон родился в Шотландии. Он был из бедной семьи, он был бочкарем по профессии, он активно участвовал в рабочем движении и в конце концов добился того, что был выпущен ордер на его арест. И ему с женой пришлось эмигрировать в Соединенные Штаты, и они были еще тогда совсем молодыми. Они осели в провинции недалеко от Чикаго, и там Пинкертон открыл свое бочарное дело. Он делал и чинил бочки. И как-то раз, когда он ходил по лесу, собирая материал для своих бочек, он совершенно случайно наткнулся на стоянку фальшивомонетчиков. Ему хватило сообразительности, силы, воли и храбрости проследить за ними, потом доложить местному шерифу и благодаря ему эта шайка была разоблачена и разгромлена. Местные жители были ему страшно благодарны. Вы, может быть, удивляетесь, почему простые люди так беспокоились о том, что кто-то в лесу чеканит фальшивую монету. Но дело в том, что в те времена фальшивомонетчики преимущественно наживались за счет эмигрантов, за счет людей, которые не очень хорошо разбирались в местной валюте, и поэтому им можно было подсунуть фальшивые деньги. И Пинкертон прославился среди местных жителей, как наш деревенский детектив. И постепенно бочар переквалифицировался в помощника шерифа, а потом они с женой переехали в Чикаго, и там он получает пост официально первого детектива города, и он был прикреплен к почтовому отделению Чикаго. И благодаря этому назначению судьба Алана Пинкертона кардинально изменилась. В 1850 году Алан Пинкертон открывает свое собственное детективное агентство. Детективное агентство Пинкертона. Дело в том, что за год работы на почте Пинкертон обратил внимание, что в стране образовалась целая большая группа людей, целая отрасль, которая фактически оставлена без помощи со стороны полиции и других правоохранительных органов, а именно железные дороги. В то время железные дороги активно строились, и их протягивали из конца в конец страны, от океана до океана. Железные дороги перевозили грузы, они перевозили почту, перевозили пассажиров. И железные дороги были фактически беспомощны перед ограблениями и воровством, потому что они, так получалось, что они как бы не подлежали никакой локальной юрисдикции полиции. Представьте себе, что вы, допустим, отправляете какой-то ценный груз из Чикаго в Сан-Франциско. Вы грузите вагон в Чикаго, он прибывает в Сан-Франциско, там его открывают и обнаруживают, что половина груза по дороге исчезла. Полиция какого города должна расследовать это преступление? Сан-Франциская полиция пожимает плечами и говорит, мы ничего не знаем, к нам так приехало. Чикагская полиция говорит, а мы тут при чем? На наших глазах все было в порядке. Если ограбление произошло где-то, непонятно где по дороге, за это как бы никто не отвечал. И железные дороги несли огромные убытки. И Пинкертон предложил свои услуги преимущественно транспортникам в первую очередь, чтобы защитить их от хищений и грабежей. Потому что грабили по-разному. Начиная с классических ограблений поездов, как вестернах, когда группа молодых людей на лошадях вскачет вдоль железнодорожных путей и стреляет из винтовок в воздух. И кончая тихими умными хищениями прямо из контор, когда из сейфов компании испарялись десятки тысяч долларов. И сотрудники Пинкертона готовы были выехать на любое из таких происшествий, вне зависимости от того, в каком городе они произошли. Потому что они не были привязаны к конкретному месту. Кроме того, от пинкертоновцев была большая польза в тех случаях, когда, к примеру, организованная банда держала под контролем целый населенный пункт. И полиция, местная полиция или местное шрифтское отделение оказывались или подкуплены этой бандой, или запуганы этой бандой, и тоже ничего не могли против них сделать. И тогда вызывали Пинкертона с его ребятами. Такой случай, между прочим, описывается у Конан Дуэля в одной из повести про Шерлока Холмса, в повести «Долина страха», в других переводах «Долина ужаса». Значит так, сейчас будут спойлеры. Если вы не читали «Долину ужаса» и хотите прочитать, и не хотите спойлеров, разверните описание этого видео, там есть тайм-коды, и вы можете перепрыгнуть сразу на следующую часть. Сделайте это сейчас. Всё, всё, разбежались? Остались только те, кто или читал «Долину ужасов», или не собирается её читать. Сейчас я расскажу вам содержание повести. В этой повести сотрудник Пинкертона внедряется в хорошо организованную большую банду рэкетиров, которые держат под контролем целый город. И полиция ничего против них не может сделать. И сотрудник Пинкертона делает вид, что он свой, фактически становится доверенным лицом руководства этой банды, собирает улики, разоблачает эту банду и в конце концов всех арестовывают. Так вот, эта история не была выдумана Конан Дуэля. Такие истории происходили сплошь и рядом по стране. Это то, что делали сотрудники фирмы Пинкертона. И они были очень успешны. Пинкертоновское агентство выполняло огромную важную работу и очень быстро завоевало большую популярность и начало расширяться. И Пинкертон начал открывать отделения в других городах и давать объявления в газетах, что агентство Пинкертона набирает сотрудников. И в 1856 году в Чикавский офис вошла молодая женщина. Она назвала себя миссис Кейт Уорн, вдова. И она сообщила, что она пришла по объявлению наниматься на работу. Ей сказали, что, к сожалению, мест нет, потому что все конторские должности заняты и им нечего ей предложить. Но Кейт Уорн сказала, что она пришла наниматься десекретаршей. Она пришла наниматься в детективы. И это было абсолютно неслыханно по тем временам. Настолько неслыханно, что ее интервьюировать пришел сам Алан Пинкертон. Нужно сказать, что Пинкертон был человеком без предрассудков. Он нанимал на работу людей всех рас, национальности и вероисповеданий. Он, в принципе, сам был аболиционистом, то есть он был против рабства и боролся за права чернокожего населения Америки. И, в принципе, он был человек прогрессивный и открытых взглядов. Поэтому он выслушал молодую женщину, которая сказала ему, что женщина, такая женщина, как она, приличная женщина, дама может принести огромную пользу. Конечно, она не будет в кренолене скакать на лошади и запрыгивать на ходу в вагоны. Но она может войти в такие круги общества, в которые другие агенты Пинкертона просто не могли бы попасть. Она может завести знакомство с такими людьми, которые бы других агентов Пинкертона не подпустили к себе на пушечный выстрел. И, кроме того, Кейт утверждала, что женщины вообще более наблюдательны, чем мужчины, и у них есть большее внимание к деталям. И Пинкертон, как человек без предрассудков, решил дать Кейт шанс. А в те годы агентство билось с крупным делом о хищении из компании Адамс Экспресс. Самое интересное, что у них был подозреваемый. Он уже сидел в КПЗ. Некто Марони похитил у компании 50 тысяч долларов теми деньгами. На современные деньги это почти 2 миллиона долларов. Но проблема была в том, что он отказывался признаваться, куда он спрятал деньги. Ни угрозы, ни уговоры, ни шантаж, ничего не помогало. Марони молчал, как стена. Скорее всего, он просто думал, что даже если его обвинят по совокупности улик, и он отсидит какой-то срок, когда он выйдет из тюрьмы, он станет очень состоятельным человеком. И это стимулировало его молчать до последнего. И ничего не могли с ним сделать. И Кейт Ворн предложила зайти с другой стороны. Она не стала давить на Марони. Что она сделала? Она стала подругой его жены. Кейт вообще имела способность легко входить в доверие к людям. Она легко заводила друзей. Сам Пинкертон описывал ее так. Это была властная на вид особа, стройная, с темными волосами, сдержанная и грациозная в движениях. Ее черты лица нельзя было назвать красивыми, но они несли на себе отчетливую интеллектуальность. Ее лицо было честным, что заставляло человека, который попал в беду, инстинктивно выбирать ее в качестве доверенного лица. И в результате миссис Марони рассказала Кейт, где ее муж хранил заначку. Деньги вернули компании, Марони сел на 10 лет, а его жена, вероятно, полностью потеряла доверие к людям. Но Кейт Уоррен доказала свою полезность. И к 1860 году Пинкертон повышает ее в должности и делает начальницей женского отделения агентства. И у Кейт появляются подчиненные, еще две девушки детектива. Но наибольшую славу Пинкертон и Кейт Уоррен получили в 1861 году, когда им удалось предотвратить покушение на президента Линкольна. 1861 год был очень напряженным. Уже того и гляди, начнется война между севером и югом, но распад федерации уже начался. Пять штатов отпало от Союза, Техас и Луизиана стояли в дверях, и самое большое напряжение было в Мериленде. Мериленд – это пограничный штат между югом и севером. Это рабовладельческий штат, но во время войны он примкнет к северянам. И в 61-м году, в начале 61-го, Мериленд был пороховой бочкой. Линкольн в тот момент только-только был избран президентом. Он еще не вступил в должность. Инаугурация предстояла ему через месяц. И было запланировано, что Линкольн сделает тур по стране. Он проедет на поезде из города, где он жил, из Спринфилда в Иллиносе, до столицы, до Вашингтона. И по дороге он будет останавливаться в крупных городах, давать речи, встречаться с избирателями и так далее. И начальник того участка железной дороги, который проходил в Вашингтон через Мериленд, был чрезвычайно обеспокоен, что сепаратисты, люди, которые стояли за отделением юга от Соединенных Штатов, могут устроить диверсию на его железной дороге. И он нанял агентство Пинкертона, чтобы они разобрались в этих слухах и, возможно, предотвратили диверсии. И Пинкертон отправил в Мериленд нескольких своих агентов, которые довольно быстро принесли вести, что, во-первых, да, действительно, заговор существует, но, к сожалению, ситуация гораздо хуже, чем предполагалось. Заговорщики не просто планируют диверсию на железной дороге, они планируют убить президента Линкольна. И тогда Пинкертон выезжает в главный город Мериленда, в Балтимор, сам, и он берет с собой своих ведущих агентов, включая Кейт Ворн. Балтимор тогда был не просто самым крупным городом Мериленда, это был в четвертый по величине город в Соединенных Штатах после Нью-Йорка, Филадельфии и Бруклина, который тогда был самостоятельным городом. Если вы сейчас чувствуете смутное дежавю, как будто мы уже говорили о Балтиморе, это потому, что мы упоминали об этом городе в связи со смертью с гора По, я дам внизу ссылку. Это был большой оживленный город-порт, где, кроме того, сходились железнодорожные ветки, идущие на юг и идущие на север. Причем они не состыковывались. В те времена южные железные дороги США и северные имели разную ширину пути. Поэтому пассажирам приходилось высаживаться в Балтиморе, брать извозчика, переезжать на другую станцию и там садиться на поезд, который шел дальше на север. До Балтимора Линкольн ехал в своем литерном вагоне и был, в общем-то, в относительной безопасности. Но внутри этого города, оживленного города, кишащего заговорщиками, он подвергал себя большому риску. Кейт Ворн приехала в Балтимор, поселилась в самой шикарной гостинице города и стала изображать из себя богатую южанку, которая ищет мужа. Она начала говорить с сильным южным акцентом и открыто высказываться о своих симпатиях к делу юга. И в конце концов она очень быстро заводит дружбу со многими влиятельными людьми Балтимора, которые стоят за дело юга, которые стоят за сепаратистов. И Кейт Ворн удается выяснить такие детали заговора, которые показывают Пинкертону, что это не слухи, что заговор действительно существует и нужно с этим что-то делать. Заговорщики придумали такой план. Когда президент доберется до Балтимора, он сойдет с поезда и войдет в здание станции. В этот момент на улице рядом со станцией начнется массовая драка. И все полицейские, которые были размещены внутри станции, выбегут наружу, разнимают бедерующихся. В этот момент президент окажется практически абсолютно беззащитным. Дело в том, что Линкольн отказывался ездить с охраной. Я понимаю, что сейчас это звучит почти как печальная ирония, потому что на этого человека покушались пять раз и в конце концов убили. Но в начале своей деятельности, когда его только выбрали президентом, Линкольн демонстрировал потрясающий идеализм. Он считал, что он всенародно выбранный президент и что не может такого быть, чтобы на него готовилось покушение. Он считал, что народ Америки в целом его любит и ему доверяет. Ему не нужно ходить повсюду с охраной. Он отказался путешествовать с вооруженной охраной. Соответственно, если полиция убежит, то он будет абсолютно беззащитен перед преступниками, которые будут поджидать его в здании станции. Даже когда впервые Линкольну доложили о существовании заговора на его жизнь, он всё ещё ему не поверил. Но когда Пинкертону удалось внедрить ещё одного своего агента прямо в ядро заговора, он получил такие сведения, которыми нельзя уже было пренебрегать. Заговорщики разработали интересный план, который предотвращал бы возможность предательства на последних этапах в осуществлении диверсии. Они решили не назначать конкретного человека, который бы пошёл и убил Линкольна. Они бросали жребий. 20 самых решительно настроенных человек, которые готовы были рискнуть жизнью и войти в историю, как они сами выражались, бросали жребий. Они взяли сундук деревянный и бросили в него 20 бумажных жребиев, один из которых был помечен красным. После чего все тянули жребий, и они не раскрывали жребий прямо здесь. Они должны были разойтись по домам. И только добравшись до безопасного места, они открывали свой жребий и узнавали, выпала ли им сомнительная честь убить Линкольна или нет. В таком случае тот человек, который вытянет красный жребий, был в безопасности от того, чтобы его предали его же соучастники. И это было, как вы видите, правильное решение, потому что среди них был агент Финкертона, который тоже тянул жребий. Он вытянул белый жребий, и он с большим беспокойством спросил у руководителя заговора, а что будет, если человек, который вытянул красный жребий, струсит в последний момент. На что он тот ему ответил, не беспокойтесь, я сделал не один, я сделал восемь красных жребиев, хотя бы один из них довершит начатое. И вот это были уже такие подробности, которые даже Линкольн не мог просто отбросить. Тем более, что Финкертону он доверял. Они были знакомы до этого. Еще в те годы, когда Линкольн работал адвокатом на железной дороге, он был юристом по специальности. Он как-то раз работал вместе с Финкертоном, который на той же железнодорожной ветке расследовал преступления. То есть они были до этого знакомы, и Линкольн знал Финкертона и доверял ему. И он согласился только чуть-чуть изменить свой маршрут. Дело в том, что все расписание тура Линкольна было обнародовано заранее. Все могли узнать, в каком городе, в какой час президент будет давать речь. Что вообще, конечно, делало покушение на него очень простым. И до самого последнего дня, до того дня, когда Линкольн должен был отправиться в Балтимор, он продолжал соблюдать это расписание. До пяти вечера, когда у него был намечен торжественный ужин с избирателями. Он пришел на этот ужин. Ужин начался. И в 5.45 доверенный секретарь Линкольна вошел в зал и сказал что-то Линкольну на ухо. Тот извинился перед присутствующими, сказал, что у него срочное дело, и он сейчас вернется. Он вышел из комнаты и не вернулся за стол. Все сидели, его ждали, никто не знал, что произошло. А президент, между тем, сменил фраг на неброскую дорожную одежду. И его закутали в клетчатую шаль, чтобы сделать вид, что он тяжело болен. На самом деле, замаскировать Линкольна было довольно трудно. Он был очень высокого роста, с характерным лицом. Это была такая колонча, которая возвышалась над любой толпой. Поэтому у Пинкертона на самом деле была серьезная дилемма. Если он отправит с президентом, в сопровождении президента, небольшую группу людей, будет больше вероятности, что на них не обратят внимания. С другой стороны, если на них обратят внимание, то эта небольшая группа людей принят на себя весь удар. И Пинкертон решил рискнуть. И с Линкольном через Балтимор отправилось всего 4 человека. Пинкертон, еще один его агент, Кейт Уорн, и друг Линкольна, который выполнял роль его телохранителя. Было решено проехать через Балтимор в ночь до того дня, когда Линкольн должен был проследовать через Балтимор. И они надеялись проскочить незамеченными. Для этого Кейт Уорн заранее пришла на станцию, предыдущую станцию, набросилась на начальника станции со слезами и стала говорить, что ей нужно сопроводить на север умирающего брата, которого она везет к семье, чтобы он мог с ними попрощаться. Он очень тяжело болен, ему нужен покой, и она умоляет начальника станции что-нибудь сделать. Она дала ему взятку. И за это ей было разрешено зарезервировать за своей компанией два полных купе в поезде, который следовал на Вашингтон. Дело в том, что тогда на поезд не продавали билеты с местами. Люди фактически приходили на станцию и садились на свободные места. Никто не мог зарезервировать места. Но оказалось, что за взятку из-за слезы можно было это сделать. И Кейт ждала президента с эскортом вот заранее зарезервированных купе. Линкольна незамеченным провели на поезд, после чего они отправились в ночь через Балтимор, где его еще не ждали заговорщики. Всю ночь Кейт провела в соседнем купе, охраняя президента. Она не сомкнула глаз. Считается, что именно в ту ночь Пинкертону пришла в голову знаменитая фраза, которая стала девизом агентства «Мы никогда не спим». Во время войны между севером и югом агентство Пинкертона работает фактически в качестве военной разведки северян, и Кейт вместе с ее сотрудницами и другими агентами Пинкертона под прикрытием работают в тылу врага и собирают агентурные сведения. После окончания войны Кейт продолжает работать в агентстве. К сожалению, в чикагском офисе Пинкертонов случился пожар, который уничтожил все архивы. Поэтому нам неизвестны все дела, в которых участвовала Кейт Ворн, а только те, которые были так знамениты, что попали в газеты. К примеру, дело об убийстве банковского кассира и краже 130 тысяч долларов. Ситуация была такая, что подозреваемый у них был, но он не признавался. И Кейт Ворн удалось войти в доверие к его жене, и благодаря этому она выяснила обстоятельства убийства, и деньги были возвращены, и преступник оказался в тюрьме. Однажды Кейт Ворн изображала из себя гадалку. Она изображала из себя гадалку, и в течение нескольких сеансов гадания ей удалось получить признание у дамочки, которая планировала отравить своего брата и жену своего любовника, потому что эти двое стояли на пути ее счастья. Пинкертон называл Кейт одной из пяти лучших своих агентов, и он говорил, что она ни разу его не подвойла. К сожалению, она прожила очень недолгую жизнь. В возрасте 35 лет она подхватила простуду, которая перешла в пневмонию, и Кейт Ворн скончалась. И Пинкертон похоронил ее на своем семейном участке на кладбище, где лежат несколько его самых лучших агентов, которых он считал своими друзьями, своими товарищами. Пинкертон сделал так, чтобы это место никогда не могло быть перекуплено и потревожено, и поэтому могила Кейт Ворн все еще сохранилась, и вы можете ее посетить, если вы когда-нибудь будете в Чикаго, над ней стоит небольшой белый памятник. Очень жаль, что мы так мало знаем об этой уникальной женщине. На самом деле, мы даже не знаем точно, как она выглядела. Фотография, которая сопровождает статью о ней в Википедии, на самом деле, это фотография, на которой, возможно, изображена Кейт Ворн. Мы не знаем точно, является ли это ее изображением. Все же остальные фотографии, которые вы можете найти в Википедии с подписью Кейт Ворн, совершенно точно ей не являются. К примеру, вот эта фотография, которая лежит на многих сайтах с подписью, что это Кейт Ворн в мужском костюме стоит за спиной Пинкертона, опираясь на стол, на самом деле, не изображает Кейт Ворн. Эта фотография хранится в библиотеке Конгресса, и на ее обороте подписаны люди, которые на ней изображены. Это не Кейт Ворн, это молодой офицер. Может быть, это даже правильно в чем-то, что женщина, которая практически всю свою жизнь работала под прикрытием, так и исчезла, оставаясь загадкой для нас. Мы не знаем, каким было ее детство, мы, скорее всего, не знаем, как она выглядела. Мы знаем о ней только фактически из уст самого Пинкертона, который упоминал ее несколько раз в своих воспоминаниях и всегда говорил о ней с большим уважением и признательностью. Когда Пинкертон умер, его агентство перешло в руки его сына, который немедленно упразднил женское отделение и перестал принимать женщин на работу. И женщины начнут работать в полиции только в самом конце 19 века, а офицерами, полициями, исследователями они начнут быть только в 20-х годах 20 века, да и то женщины очень долго будут работать исключительно с подростками и женщинами, то есть фактически выполнять скорее функцию социальных работников, чем, к примеру, оперативников-исследователей. То есть Кейт Ворн на самом деле обогнала свое время лет примерно так на 50. И судьба Кейт Ворн показывает нам, что, во-первых, умная женщина способна на все, а во-вторых, что умный мужчина способен ее оценить. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой патреон или бустин. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и до свидания.